Делегаты из Артёмовского городского округа, представлявшие Свердловскую область на российско-промышленном экологическом форуме Роспромэко, в Москве приняли активное участие в мероприятиях, проходивших в рамках форума. Так, на одном из круглых столов, посвященного теме обращения с отходами производства и потребления, проблемы решения наши делегаты проявили себя не как молчаливые слушатели, а как заинтересованные представители Уральского региона в решении данной темы. В ходе круглого стола проходило обсуждение реформирования российского законодательства в области обращения с отходами в соответствии с поручениями президента Российской Федерации. Актуальность темы была связана с неоправданно затянутым исполнением поручений президента, направленных на совершенствование государственного регулирования обращения с отходами, стимулирование переработки отходов, создание современной перерабатывающей отрасли в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами, подготовку долгосрочных целевых инвестиционных программ и разработку комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, а также подготовку предложений по внесению изменений в законодательство в сфере обращения с отходами, касающихся установления приоритета их утилизации над захоронением, перераспределения полномочий по обращению с отходами между муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, обеспечение необходимого учёта на всех этапах, а также объектов их размещения. В самом начале участники отметили, что процесс совершенствования российского законодательства в области обращения с отходами значительно отстаёт от современных международных требований. И после принятия понятных правил и предоставления гарантий инвесторам в Америке ситуация стала очень быстро меняться. Пришёл частный бизнес, пришли крупные институциональные инвесторы, и государство сегодня практически не направляет из бюджета ни копейки, а только получает доходы от этой деятельности. Такая же ситуация происходит и в Европе. Выступая с докладом, темой которого были механизмы государственно-частного партнёрства от зелёных концессий к разработке финансовой модели устойчивого развития регионов, Юрий Сизов, председатель Совета по инфраструктурным проектам Национальной фондовой ассоциации рассказал об уже приобретённом опыте в Нижегородской области. Четыре года назад мы заключили первое концессионное соглашение с Нижегородской областью, где через две концессии в Городецком районе и в Балахнинском районе объединили 15 районов области из 45, то есть треть области было отдано на сбор, утилизацию и захоронение охраны. На сегодняшний день уже больше года исполняется эксплуатация первого полигона, который построен по консессионному соглашению в Городецком районе, который включает в себя полигон, мусоросортировочный комплекс, сеть перегрузок, подразделения с транспортом, мультилифты, которые доставляют из 15 районов на полигон бытовые отходы. Таким образом, отметил Юрий Сизов, в Нижегородской области было ликвидировано 87 несанкционированных или подлежащих закрытию свалок. И сегодня вместо 87 полигонов существует один цивилизованный, отвечающий всем современным европейским требованиям. Куда? Практически в течение всего года приезжают представители других субъектов Федерации и, анализируя финансовую модель и схему работы, убеждаясь, что на создание такого комплекса не требуется ни копейки бюджетных денег, практически не растет тариф резко, а на втором году он начинает снижаться. Нам предлагается тиражировать этот опыт и сегодня в пяти субъектах Федерации мы заключили комиссионные соглашения и пытаемся этот опыт распространить. Предложив еще раз в этой аудитории широко проанализировать представленную модель, Юрий Сизов получил ряд вопросов. Так участников круглого стола заинтересовала организация работы операторов транспортного сектора. Возчики, то есть те, кто собирают и перевозят мусор, как с ними. Для них созданы услуги, то есть мы не конкурируем в сфере вывоза мусора, сбора и вывоза. Поэтому ДЭЗы, муниципалитеты, управляющие компании, они так и остаются, они заключают по своей методологии договоры на вывоз. Но вывозящие компании привозят на перегрузочную станцию или сразу на полигон, чаще всего на перегрузочную станцию, потому что у нас плечо 300 километров получается, поэтому никто, конечно, на полигон лазит не убирает. А перегрузочные станции рядом с крупными населенными объектами. И в этом плане для вывозящих компаний появляется только дополнительное удобство. Их плечо, вывозы уменьшаются. Но они везут только в одно место, то есть местным их захоронением является вот этот полигон. Больше они везти никуда не могут. А так, пожалуйста, возите, кто хотите. То есть вот здесь мы в конкурентную среду не входим. Соответственно, от перегрузки до полигона мы везем уже своим мультилифтом, где спрессовываем мусор, и, соответственно, чтобы сэкономить промоз воздуха. По данной схеме свои вопросы прозвучали и от главного редактора телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» Андрея Горбунова. Вы сейчас говорите, для того, чтобы уменьшить плечо в 50 километров, мы принимаем, делаем пункты по приему отходов. Первый вопрос – где эти пункты, сколько этих пунктов? И как эти отходы принимаются? Они уже сортированные, они уже уплотненные? И как это? По идее, получаются новые свалки? Мы все структурировали через субъект федерации, то есть через область. Соответственно, в концессионном соглашении у нас записаны площадка под полигон и площадки под перегрузочные станции. Перегрузочные станции – это 10 на 20 метров. Это комплексы стакады, куда заезжает машина, в бункер сваливает мусор, прессом этот мусор загоняет в контейнер. И дальше мультилифтом, который подъезжает, подцепляет этот контейнер, ставит другой контейнер, везется на полигон. На полигоне это все разом разваливается и идет на сортировку. Кстати говоря, после сортировки на полигон выходит по объему 20-25%. Остальное все либо сортируется и возвращается, либо прессуется специальными прессами и вывозится на полигон. О своем опыте в области организации обращения с отходами также прозвучал доклад министра природных ресурсов и экологии Красноярского края. Сегодня в крае уже третий год действует целевая программа по обращению с отходами. В рамках программы создаем условия для развития сортировки и переработки. В частности, за счет бюджета осуществляется строительство крупных межмуниципальных полигонов для сохранения послуга различных объектов инфраструктуры, соответственно, мусоросортировочных объектов. Акцент сделан на том, что строительство, сортировки и переработки – это частные инвестиции. Поэтому предлагаются межмуниципальные полигоны на основании государственного частного партнерства отдавать бизнесу для создания и развития на их базе сортировки и переработки. В крае установлено льготное налогообложение по региональным налогам для сортировщиков и переработчиков мусора. Для эффективного управления создан функционерам региональных кадастров отходов. Данный ресурс открыт для всего населения. В свою очередь, практическим опытом оптимизации системы обращения с отходами в муниципалитете поделился директор ГУП Ставропольского края Михаил Легай. Далее о новой программе, разработанной специально для России по обращению с отходами из учреждений здравоохранения в двух пилотных регионах Российской Федерации рассказали представители Агентства по охране окружающей среды Германии. Стоит сказать, что также были озвучены доклады по темам «Залашлаковые отходы. Проблемы законодательного регулирования». По формированию индустрии переработки и использования побочной продукции угольной энергетики. Проблемам утилизации автопокрышек и резинотехнических отходов. Новые решения. И многим другим. В заключении участники «Круглого стола» отметили, что наблюдается тенденция к передаче саморегулируемым организациям функции государственного экологического управления в области обращения с отходами, являющейся наиболее слабо законодательно урегулированных сферой. А ситуация, сложившаяся в области регулирования обращения с отходами, является серьёзным препятствием на пути устойчивого социально-экономического развития страны, приводит к истощению природных ресурсов, потере конкурентноспособности российской продукции и росту социальной напряжённости в регионах. Надо сказать, что живой диалог российских и зарубежных участников создавал атмосферу открытости и способствовал глубокому анализу проблем, что позволило выработать решения по сокращению негативного воздействия отходов на окружающую среду и вовлечению отходов, а также вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Замечательный круглый стол, на котором присутствовали руководители различных кластеров, руководители иностранных предприятий, совместных предприятий с Россией, рассказывали нам о переработке мусора. Мы уже, кстати, давно этой проблемой занимаемся в Артёмовском городском округе. Проблема у нас была сделана проект на полигон, но приходится учитывать мнение наших жителей, которые протестуют за строительство данного полигона. Но есть жители, которые обращаются к нам, которые понимают эту проблему и настаивают на том. Кстати, это жители посёлка Ключи, района города Артёмовский. И сейчас мы увидели, как действительно на деле работают в некоторых регионах. У них 11 муниципалитетов, а я думаю, что мы готовы, муниципалитеты Рижевской городской округ, Алапаевский район, Ирбит, Ирбитский район, Артёмовский, объединить, обговорить это с главами, с моими коллегами, и начать работу в данном направлении.